Здравствуйте, Алла Григорьевна! Здравствуйте, Алла Григорьевна! Дорогие, как сказать, зрители, сейчас слушатели! Спасибо вам, что вы есть, спасибо вам, что всё-таки я вышла к вам сегодня. Я действительно была тяжело больна. Я необыкновенно благодарна тому человеку, который сказал, что мне надо отдохнуть. Как он был прав, боже мой! Я действительно болела тяжело. И вот практически недавно вышла из мест отдалённых, то есть медицинских, и вышла на работу. На работу я вышла потому исключительно. Но я пока ещё слабенькая, честно говорю. Но пока вышла потому, что меня ждали так долго, друзья мои, мои коллеги, что было бы бессовестно с моей стороны не выйти на работу. Что я и вышла. Они меня терпят. Вы знаете, я дала указание не возвращать меня к жизни, если я буду уходить. Почему говорю об этом, скажу вам. Потому что меня поразили врачи, потом уже лечащие. А в первую очередь он один раз ко мне приходил, тот, кто меня, собственно, и вернул к жизни. Потому что я понимаю, что и врачи не могут видеть человека, который уходит и ждать, пока скажут, что он там написал. Это врачи. И давайте будем их уважать все. Сейчас очень принято врачей ругать. Давайте их уважать. Я просто на себе бы плачу. Я приношу глубокую благодарность своей внучке, которая вдруг повзрослела лет на 10. И всем моим друзьям, которые как-то меня подняли, заботились. Единственное, что я ничего не знала. Мне не рассказывали, я ничего не видела. У меня не было ни планшетки, ничего вообще. И я была в каком-то, знаете, таком распрекрасном, таком, ничего, в голубом небе. И когда я вернулась, а мы не видели с вами уже, наверное, полгода. Полгода, Олег, да? Да. Знаете, первое впечатление, которое на меня сильно и произвело, это взрыв, которого я выговорить не могу, на Ла-Пальме. Вот второй месяц уже это происходит, и будет еще происходить долго, как они говорят, очень. Потому что там что-то... И, знаете, я думаю, что вообще, поскольку это сейчас и Этна взорвалась уже, и в Краснодарском крае, и где хотите, взрывается, я думаю, что это, мое мнение, совершенно ненаучное. Но мне кажется, что Земля наша, которая все-таки живая, Земля, которая не выдерживает такого огромного количества негативной энергии в мире. Это мое впечатление, и я думаю, что, может, я и права даже. Я не знаю. Я не знаю. Это вот первое мое сильное впечатление, которое у меня появилось. Потом я стала немножечко читать, немножечко у кого-то что-то спрашивать. Ничего не знаю. Пошла один раз в магазин, обнаружила, что все подорожало. Значит, есть инфляция небольшая у нас здесь, в Америке. Не такая, как в России, не 7% с лишним, как в России, к несчастью. Потому что такая большая инфляция в России, и уже сегодня, по-моему, объявили, что, или вчера, что ли, что будет подорожание продуктов, цен на продукты, которые нельзя заменить. Не просто первые необходимости, а которые нельзя заменить. Это крупы, макароны, растительное масло, сахар. Это действительно нельзя заменить. Что вам еще сказать, мои дорогие? Я думаю, что Олег меня сам спросит сейчас что-нибудь. И выведет меня напрямую. Что, Олежек, я же вижу по твоему лицу, что ты хочешь меня спросить? Алла Григорьевна, вы все-таки близкий к театру. Вы человек искусства, и вы знаете человеческую драму. Вот вы, как режиссер, с пьедестала вашего опыта, все это наблюдаемое, это какой акт? Предпоследний. Вот так я скажу. Он предпоследний, потому что, ну, не хочется это сейчас говорить, но это просто все, что сейчас делается, близко к краю катастроф. Поэтому я и сказала, что то, что происходит в природе, зависит от чудовищного негатива, вот этой негативной энергии, которая, как, знаете, как бур какой-то просверливает все. Что значит выброс пород со дна морского, которые были 2,5 лет назад, эти породы, это, во-первых, значит, что будут болезни. Потому что какие там оттуда выскочили микровы, мы не знаем. Понимаете? Поэтому черт его знает, что это может быть. Но то, что накоплено невероятное количество вот этой негативной энергии, это факт. Это даже не... Я не могу про это говорить, даже, Олег, я не могу говорить, потому что это очевидно для всех. Чего я буду говорить людям, которые все поворачивают голову туда-сюда и прекрасно видят, что это все скверно. Вот так скажем. Понимаете, театр... Сейчас очень интересная ситуация, вот в Нью-Йорке, во всяком случае, значит, можно ходить в театр, но вакцинированном. Я стала выяснять, а нельзя ли, потому что мне внучка моя не разрешила вакцинироваться, сказала, такая слабенькая, тебе только этого не хватает. И... А мне хочется с ней пойти, с ней пойти. Ну, повезут, ладно, немножко. Но нельзя. Только немножечко где-то в Бродвее, на Бродвее. Можно с тестом. Сделать тест, и с ним можно тогда пойти. А так нельзя. И люди вакцинируются, чтобы пойти в театр. Потому что, во-первых, вы знаете, сейчас актеры... Актер не может без зрителя. То, что он там изображал в Зуме, или где это еще изображают... Да. Это же, понимаете, он без зрителя. Актер не может работать совсем. И поэтому сейчас... Вы знаете, меня удивило несколько, даже несколько людей, которые... Коллективов, которые оказались готовы к выходу на сцену. Вот это меня действительно поразило. Потому что, знаете, вообще актеры, конечно, самые, наверное, наивные люди. Вот если честно говорить. Вот они готовились, готовились. Вот сейчас в Метрополиту на пера прошла премьера и закончилась. Теперь это будет где-то через полгода только Борис Годунов. Борис Годунов, в которых участвовали наши русскоязычные актеры, потому что полагается оперу петь на языке оригинала. При этом они поставили несколько раз туда-сюда, но, тем не менее, поставили первый вариант Мусоргского. Вот какое надо иметь желание и какое доверие даже какое-то, понимаете? Может быть, актеры сейчас первые, прям первые вышли вперед. Самые первые они. Потому что многие любят свою работу, но актеры жить не могут без нее. Вот какая история. И вы знаете, очень... Я знаю немало людей, в общем, которые ушли из актеров в журналистику, еще куда-то. Ну, это не то. Все равно они тоскуют, страдают. И готовы просто... Вы знаете, как-то... Готовы что угодно делать, только чтобы приплатить готовы. Очень часто готовы заплатить за это. Только чтобы быть... Это меня тоже поразила такая, знаете, такая готовность быстрая. Уже пока было ничего, нельзя. Кто-то болел, туда-сюда, все плохо. А они готовились. И я, насколько понимаю, то же самое и в Москве, и в Петербурге происходит. Абсолютно то же самое. Понимаете, это... Вот сейчас закрыли, значит, Москву закрыли, закрывают. На днях 30-го Петербург сам себя закрыл. Знаете, откуда? От чего? От москвичей. Петербург закрывает себя от москвичей, потому что в Москве такое количество заболеваний, что Петербург боится их получить у себя. Это тоже негативная энергия, понимаете? Она тоже, она нервная. Нервная, дёрганная. Что вам сказать ещё, мои хорошие? Я не знаю, ей-богу. Если бы у нас был с вами открытый эфир, и мы могли бы поговорить, я бы знала, что говорить. Монолог вести мне очень трудно. И вообще сегодня должна вам сказать всю ответственность за моё красноязычное выступление несёт Олега Сауленко. Мой любимый, замечательный друг. Потому что он сказал, что ему нравится. Что ему нравится, я не знаю. Не вырезайте этого. Пожалуйста. Этого нельзя вырезать. Скажите, пожалуйста. Да, я сейчас слушаю. Вы же хоть и выпали, ну, как бы немножечко из жизни. Я выпала хорошо. Я сильно выпала. Вы сейчас нагоните, я вам обещаю. Я сейчас только-только начинаю. Вот начинаю чего-то осматриваться, смотреть. Вот телевизор включать. Чего я вообще не делала, да. Я давно не видела телевизор. Мне немножко сейчас даже тяжело смотреть, честно говоря. Потом я к вечеру встаю, честно вам признаюсь. А смотреть надо вечером. Поэтому это всё довольно так сложно. Но мне, конечно, хочется уже присутствовать в этой жизни. Поскольку я довольно долго в ней не присутствовала. Я не занимаюсь театром уже очень давно здесь. Это первые несколько лет я ещё ухитрила что-то поставить туда-сюда, сюда-туда. Сейчас мне это не дано. Я с большой тоской иногда смотрю что-нибудь по телевизору. Или по этому самому сейчас. Вот поскольку я уже при планшетке, то я уже в ней смотрю. Это не отпускает, Олег. Это не отпускает. Театр. Вот я сейчас читаю последнюю книжку Миши Казакова. Я всё это помню. Всё, что он рассказывает, всё, что он описывает в первой части. Вторая часть – это его эмиграция. Я думаю, что многие знают, что Михаил Казаков в своё время эмигрировал, уехал в Израиль с большой семьёй в пять человек, за которые он был ответственен и за которые он не мог её содержать, потому что ничего тогда не было, ни концертов, ни кино, ничего, всё же рассыпалось. Вот он пишет в этой книге, как ему было тяжело, когда ему в первые три недели, даже меньше, было предложено играть в чайке Тригорина, в чеховской, на иврите. Он говорит, я английского-то не знал, немецкого, французского, а тут на иврите. И он выучил на иврите всю роль. Больше того, я потом говорила с ним, он говорит, знаешь, я даже понимал, что я говорю. Ну, понятно, потому что он знал текст, это всё понятно, но по-другому же строится фраза. Это, вы знаете, это героизм вообще-то, это сам реформенный героизм. А потом уже стало немножечко легче, потом он уже немножечко овладел ивритом, потом он уже стал ставить, поскольку он режиссёр ещё, потом он стал преподавать в той школе, в которой я очень хотела преподавать в своё время, но у меня не получилось. Такой в Русалиме такой есть, найти в Ниссан руководитель школы. Я сейчас не знаю, жив ли он, между прочим. Я очень хотела. Вот такая вот... Вот я сейчас читаю эту книгу и думаю, боже мой, Миша, которого уже нет в живых. Как ему было сложно, как он выдержал всё это? Как он выдержал? Не знаю, трудно было. Трудно было очень. Он о многом там пишет. Если вам... Вы можете где-то взять это? Она называется «Актёрская книга». Попробуйте, почитайте её. Вам-то... У вас там моя же есть, она же в России издана. Поэтому... Я не знаю... Вот честно вам сказать, вот почему я сейчас про это сказал вам. Он вписывался в эту жизнь. Как он её называет, это абсорбция. То есть вписывание в эту жизнь. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я сейчас начинаю вписываться вот в эту жизнь заново. Хотя я много помню, у меня память вернулась. И, слава богу, вернулось сознание, потому что сначала его не было. Всё вернулось. Но, тем не менее, я не могу сказать, что мне это не знакомо, я это не знаю, что это такое. Нет, я всё узнаю, я всё знаю. Но я вписываюсь в эту жизнь. С вашей помощью. Дорогие мои. С вашей помощью. Если Олег меня спросит что-нибудь, я ещё скажу. Но если он меня не спросит, то я с вами попрощаюсь сегодня. Я просто предстала перед вами живая. Вот и всё. Спасибо вам за всё. Спасибо, дорогая моя. И тебе, Олежик, спасибо большое. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok